Я могу вкратиться о своей дипломной работе, о ее итогах, а то есть, если быть более конкретным, о ее продукте. Продуктом будет являться программа, итог которой вы можете сейчас наблюдать на экране. Итак, в дипломе я рассказываю о автономных агентах, а то есть программных модулях, для которых окружающий программный мир выступает своеобразной средой под воздействием которой они принимают те или иные решения. Для нашей исследовательской работы был выбран следующий сюжет. Перед вами в данный момент находится планета, база или иное космическое тело, которое выделено красным. Спустя некоторое время около него начинает появляться множество маленьких роботов, которые выделены синим, которые по какой-то причине начинают поддерживать жизнедеятельность данного космического объекта, прилетая на астероиды, которые, собственно, являются фиолетовыми объектами на экране. Там они собирают ресурсы для базы и возвращаются обратно, пополняя ресурсы базы. Следует заметить, что значительное количество дронов, а то есть этих маленьких роботов, погибает на пути на астероид или обратно. Почему это происходит? Потому что такие параметры дрона, которые являют на его существование, то есть здоровье или топливо, и также масса, которая влияет на первые два параметра, сдаются абсолютно рандомно. И нашей целью было узнать, какое же отношение должно было быть между массой здоровьем и массой топливом для идеального дрона, то есть для такого дрона, который будет наиболее эффективным и наиболее долго будет поддерживать жизнедеятельность нашей базы. Слева вверху вы должны видеть, как через некоторое время появляются какие-то данные о дроне. Этот дрон выполнил следующее условие. Он пролетал на дрон и обратно на базу, на дрон и обратно на базу более восьми раз. Из этих данных, которые были выведены слева вверху, я получила такую зависимость, то есть здоровье должно относиться к массе как три к одному, а количество топлива должно относиться к массе как пять к трем. Такие отношения дают нам возможность создать наиболее подходящих и наиболее эффективных дронов, а то есть, как я уже говорила, таких, которые будут дольше всего поддерживать жизнедеятельность нашей базы. А то есть вся эта система с базой и дронами, а то есть маленькими роботами, которые помогают ей не погибнуть, будет существовать долго. Собственно, у меня все.